Линия Гримми по упаковке, если так правильно называть. По упаковке? Да, где у нас здесь упаковывается в сетку картофель 42-43 килограмм, ой, извиняюсь, 34-36 килограмм. Ага, ясно, ясно. То есть, здесь происходит и сортировка одновременно, отделение мелочи. Да, здесь задается программа, чем хорошо, по спросу нашего потребителя. Ну, вот в том году мы отправляли от 40 и выше калибровка, в этом году от 50 и выше. Требуется более крупненный картофель. Но здесь, чем хорошо, что калибрует сама техника, компьютер. Задали программу и компьютер, это, мусор уходит в одну сторону, резанный порченый картофель в другую сторону, мелкий упаковывается справа и крупный вот грузится нашему потребителю. Но эта линия может грузить, точно так же упаковывать и 5 килограмм, и 10, и 23, и 35. Любая фасовка по требованию нашего покупателя. Да. Вот у вас здесь сколько? Три фасовочных? У нас четыре упаковочных линии в Риме. На сегодняшний день сейчас работают три, но с увеличением урожая мы начинаем от, допустим, вчера работало две линии, сегодня уже три. И, я думаю, дней через пять мы уже запустим четыре линии. Но четыре линии это только работает, но еще плюс 100 человек вручную собирают картофель в поле. Это ручной сбор. Поэтому на такой объем уже нужно и пять, и шесть линий. Поэтому мы будем стараться. Но иногда люди просят ручной сбор. Конечно, он более... Дорогой, да? Но для меня, конечно, линия Риме это более лучше. Это здесь отбивается мусор, земля, все. Ручной сбор все равно присутствует. Если человек нормальный, он делает все красиво. Если немножко, могут попадать и мелкие картофели, и так далее, и тому подобное. Потому что отличается качество собранного картофеля. Вот три установки сегодня работают. Сколько в час вы отгружаете? Ну, примерно за час у нас грузится с одной линии 20 тонн. Не примерно, а так и есть. С одной линии. Да. А зачем ручная уборка? Ручная сборка, она только в России. Потому что у нас любят молодой картофель. Все города и вся Россия, не перечисляя. Поэтому, ну, считаю, что ручной сбор, оно не так бьется, там, не так шкурится. Нежная уборка. Да, более нежная уборка. Но хотя с этим можно поспорить. Зато в мешке можно найти землю. Там немножко не то качество сбора. Какой человек обслуживает одну линию? На одной линии у нас 8 девушек, которые занимаются отборкой мусора и так далее. И оператор, который управляет компьютером в заданной программе. А ты управляет все, значит? То есть он задает параметры и все? Да, задает программу. Ну, я подхожу, допустим, 5 дней назад я запускал эти линии. Я сам запускаю. Я говорю, вот смотрите, все вот так. Он запрограммировал, все. Я говорю, ни шагу ни вниз, ни больше. Только по моему указанию они могут перестроить. Сделать или крупнее, или меньше и так далее. В течение какого периода, как вы считаете, окупается вот это вот оборудование? А сколько оно рассчитано? Ну, я думаю, даже если одну линию брать, она окупается в течение года даже, если нормальный урожай и все хорошо. Компания «Гримм» производит весь спектр приема отгрузочных комплексов. Начинается все с приемных бункеров, которые могут быть абсолютно разного объема, начиная от 4 кубов и до 28 кубов. Соответственно, возможно, разная производительность. Мы можем говорить о производительности от 15 до 120 тонн. Это машины абсолютно разные. Есть некоторые машины, которые у нас могут автономно работать в поле, для того, чтобы не вести комок, отходы на склад. Поэтому линии подбираются индивидуально. В данном случае машина у нас 24,60. Исполнение XXL. Я вижу, что у нее объем бункера 21,21 куб. Управление идет гидравлическое. На данной машине есть землеотделение и фракционирование. Также можно дополнительно поставить еще фракционирование на две фракции. Допустим, отбивать 30,50, 50,65 и свыше 65. Есть и такие машины. Машины приемные бункера у нас оборудуются отделителями комка, примесей. Это есть машины, которые работают по удельному весу. Ну, такая энергия отскока, да? Потому что картофель имеет свою плотность, комок – другую. Также можно оборудовать приемные бункера. И есть такой пауэр-комби. Помимо отделения комка по удельному весу, можно дополнять эти линии оптической системой. Да, землеотделения, комка-отделения. И в этом случае производительность машины, что, допустим, у Латкина было, доходит до 100 тонн в час. Это до загрузки. Ну, за смену у нас одна линия ставила рекорд – это 150 тонн. Это можно сделать за смену. Ну, и на закладке там немножко быстрее вы работаете, конечно. Экспорт – это мы за сутки одрузили 870 тонн. Это четырьмя линиями. И вот машина, сейчас я подошел, посмотрел. Сейчас она работает на производительности 28-30%. Нормальная производительность в пределах может быть, ну, порядка 60-65, больше до 100 разгоняться не надо. И она будет выдавать свой объем. Эта машина при землеотделении и фракционировании, я думаю, справится с объемом в 60 тонн в час на закладке. Компания «Агротехник» является премиум-партнером компании «Гримы». Поэтому по всем вопросам приобретения весеннеполевой, уборочной, складской техники можно обращаться к нам. Также хотелось сказать, что компания «Агротехник» производит еще и доработку продукта со склада. Это упаковочные линии «Скалс». Также мы вставляем дозаторы. Также мы можем обеспечить мойку конечного продукта. Работаем со всеми мировыми производителями. Спасибо.